Приветствую всех дорогие друзья, в этом видео я как всегда собрал самые интересные новости железа. Но перед тем как начать, хочу выразить огромную благодарность всем спонсорам канала за их финансовую поддержку. И только с вашего позволения я начну со свежих данных про видеокарты RX 7000. Портал Anastronomics поделился информацией о графических процессорах на RDNA 3 и по их словам окончательные спецификации чипов были приняты еще в 2020 году и с тех пор не менялись. По данным источников серии будет три графических процессора Navi 31, Navi 32 и Navi 33. Первый будет применяться в составе флагманов и станет первым GPU использующим чиплетный дизайн. Отмечается, что этот процессор с маркировкой GFX 1100 состоит из одного кристалла графики GCD и шести вспомогательных кристаллов MCD, что мы в целом уже и знаем. Кристалл GCD в Navi 31 с площадью около 308 мм квадратных содержит 48 блоков Workgroup Processors или просто WGP. В каждом таком блоке имеются по два компьют юнита и таким образом общее количество компьют юнитов в чипе составит 96 штук. Каждый же MCD будет содержать 16 мегабайт кэш памяти Infinity Cache, что в сумме даст Navi 31 96 мегабайт такой памяти. Справедливо отметить, что это меньше чем у RX 6900 XT, где есть целых 128 мегабайт. Но по словам Anastronomics, AMD также рассматривает возможность выпуска MCD с трёхмерной компоновкой, которая позволит вдвое увеличить объём кэш памяти. И дополнительно отмечается, что Navi 31 поддерживает 384-битную шину памяти. Также говорится, что AMD может выпустить урезанную версию Navi 31 на 42 блока WGP без одного кристалла MCD. В таком случае урезанная модель получит только 80 мегабайт кэш памяти Infinity Cache и будет поддерживать 320-битную шину. Эталонный дизайн флагмана на Navi 31 будет представлять собой слегка доработанную версию актуального. То есть условная RX 7900 XT в исполнении от самой AMD получит также трёхвентиляторную систему охлаждения, но по высоте она будет чуть выше, чем у RX 6900 XT. Что касается питания, то по данным Anastronomics карта получит лишь два восьмиконтактных разъёма PCI-Express. Это означает, что переход на 12 плюс 4 пина пока не планируется, хотя всё ещё может и поменяться. Более младший чип Navi 32 будет просто урезанной версией флагмана с меньшим количеством MCD и 30 блоками WGP. А вот самый младший Navi 33 с маркировкой GFX1102 будет единственным, который использует традиционный монолитный дизайн с площадью около 203 мм квадратных. По данным Anastronomics, AMD одно время хотела выпустить Navi 33 с чиплетным дизайном на 18 блоков WGP и с двумя кристаллами MCD, однако не посчитала это экономически выгодным. Сам же Navi 33 будет использоваться в составе настольных и мобильных видеокарт, однако приоритетом для этого чипа станет именно мобильное направление. И довольно интересной особенностью Navi 33 является его совместимость с печатными платами, которые разрабатывались для процессора Navi 23, который лежит в RX 6600 XT. И к тому же младший чип на RDNA 3 получит 32 мегабайта кэш-памяти Infinity Cache и поддержку 128-битного интерфейса памяти. Канадский ритейлер решил до релиза выставить процессоры Ryzen 7000 на новейшей архитектуре Zen 4. Подобное появление в магазине подтверждает, что к выходу действительно готовятся только четыре модели от 7600X до 7950X. Если переводить с канадских долларов, то шестиядерный 7600X обойдется в 435 долларов США, а 7700X в 631. В свою очередь 12-ядерный 7900X получил тут ценник в 798 долларов, тогда как пришественник стоил 549. А вот за флагмана канадский магазин хочет попросить 1158 долларов США, при том что 5950X стоит 799. Так что ценники пока очень даже высокие, но важно понимать, что они скорее всего не финальные. Ведь до выхода процессоров остается еще месяц и за это время свое слово по поводу цен должна сказать сама AMD. И отмечу, что в скобочках указаны цены в долларах США за версии без охлаждения и голый 7600X обойдется в 330 баксов. Еще на запуске тюрингов хотели слухи, что приставка RTX появилась чуть ли не перед самой презентацией и до этого готовились карточки GTX. Сам Хуанг на презентации даже пошутил, что представляет миру GTX 1180 и как оказалось это могла быть не до конца шутка. Ведь в сети появилось фото инженерного образца GTX 2080, которую судя по всему удалось купить на eBay. Внешне это все та же референсная RTX, вот только спереди отсутствует какая-либо надпись, а сверху написано GTX. Такой экземпляр построен на базе платы PG180, ровно как и оригинальная 2080 с приставкой RTX. И получается, что если это действительно ранний образец, то Nvidia изначально планировала продолжение серии GTX, но потом резко передумала. На самом же деле для зеленых это очень редкое событие, когда их инженерник всплывает где-то на фото, ну а владелец долго не думал и втулил GTX 2080 в майнинг. И самое главное, что эта модель поддерживает лучи и DLSS, а по производительности ничем не отличается от оригинала. Компания Intel до сих пор держит интригу и не называет точных цен на свои видеокарты A770 и A750, но намек на их стоимость уже появился. Участники очередного конкурса от синих могут выбрать в качестве приза процессоры 12700K и 12600K вместо карточек A770 и A750 соответственно. Таким образом, зная рекомендованные цены на чипы, можно примерно рассчитать цены этих видеокарт. То есть можно предположить, что цена топовой A770 не превысит 410 долларов, а A750 должна стоить где-то 290. И в целом такой расклад цен был вполне ожидаем, так как A750 синие ставят против RTX 3060 и ее ценник выходит почти такой же. А учитывая, что A770 вроде как не дотягивается до RTX 3070, то логично, что она стоит почти как 3060 Ti. Компания XMG представила высокопроизводительные игровые ноутбуки Nio 17х17 дюймов и Nio 15х15 дюймов. В основе обеих моделей используется восьмиядерный процессор Ryzen 9 6900HX, а старшая модель оснащается блоком питания на 330 Вт с возможностью выбора 3080 Ti. В состав воздушной системы охлаждения тут входят пара 11-мм вентиляторов, пять теплопроводящих трубок, а также несколько радиаторов. Но чтобы топовое железо точно не закипело, тут предлагается внешняя система жидкостного охлаждения OASIS, позволяющая снизить температуру GPU на 15 градусов. В составе этого OASIS содержится 120-мм радиатор с вентилятором, резервуар для охлаждающей жидкости и конечно же помпа. На фронтальную же сторону ноутбука выведены два патрубка, через которые OASIS подключается к соответствующим фитингам в задней части. Производитель оценил базовую конфигурацию Neo 15 с RTX 3060 в 2099 евро, а цена 17 дюймов с RTX 3070 Ti стартует с 2949. Внешняя же водянка OASIS предлагается за 199 евро, а поставки этих так сказать гибридных ноутбуков начнутся в сентябре. Издательство Warner Bros. Games и Avalanche Software раскрыли точную дату выхода игры Hogwarts Legacy и окончательный список её целевых платформ. До недавнего времени релиз Hogwarts Legacy ожидался ближе к концу текущего года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также на сайте игры упоминалась версия для Nintendo Switch. Теперь же стало известно, что Hogwarts Legacy поступит в продажу лишь 10 февраля следующего года в Steam и Epic Game Store, а также на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ну а версия для Switch появится немного позже и точных сроков пока никто не говорит. Еще в обращении по поводу анонса менеджер Avalanche Software сообщил, что перенос на следующий год обусловлен стремлением команды к достижению наилучшего опыта для игроков. И пожалуй напомню, что по сюжету нам тут предстоит взять на себя роль нового студента Хогвартса в 19 веке. А по тем данным, что сейчас есть в сети, тут не будет ни кооператива, ни соревновательного мультиплеера, и самое главное, что не будет микротранзакций. Российское издательство Book на странице ВКонтакте объявило о доступности ключей на Steam версию Spider-Man Remastered от Insomniac Games и Nixos Software. Напомню, что в российском Steam обновленная версия Человека-паука не продается, а у Буки ключ для Steam обойдется в 3999 рублей. Судя по комментариям, активация в российском сегменте Steam проходит без проблем и VPN тут не потребуется. Но чтобы это не звучало как реклама, отмечу, что в игре судя по всему не было Денувы и она уже спокойно лежит на множестве ресурсов в пиратской бухте. На этой же прекрасной ноте сегодняшний выпуск новостей подходит к концу, поэтому хочу сказать большое спасибо, что досмотрели его до конца и надеюсь поддержали прожатым лайком. Также отдельное спасибо всем, кто финансово поддерживает канал, подпиской на бусти, переводами на карту или через спонсорство на ютуб. До скорого друзья.